В 2022 году пользователи в основном обсуждали Иливиум, Гилд оф Гадианс и другие громкие криптоигры. Но не только криптоигры, скажем так, год вообще веселенький был. Но не только вышеперечисленные игры заслуживают внимания. Выходили или готовятся к релизу проекты без огромных бюджетов и яркой рекламы. При этом они все равно могут затянуть вас на много часов приятного геймплея. В этом обзоре мы расскажем про несколько таких проектов, которые вы могли пропустить в этом году. А это значит, что вы на канале Project Armor. За микрофоном, как всегда, уселся Даниил. И перед началом, по традиции, я вам напомню, что очень важно поддерживать наши ролики лайком и комментарием, дабы они сильнее продвигались. Ну а также, чтобы мы читали ваши комментарии, что-то обсуждали, становились лучше, держали с вами всякую обратную связь. Кроме этого, очень рекомендуем подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать другие обзоры на самые интересные, свежие, самые перспективные криптоигры. А также, чтобы не пропускать наши замечательные видеодайджесты новостей киберспорта и блокчейна. Также у нас есть телеграм-канал, где тоже еще целая куча контента, ну и у нас есть даже тикток. Так что туда тоже залетайте обязательно, все ссылочки вы найдете в описании. Корнукопиас. Да, странное название. Но, если вы соскучились за неплохим, конечно же, для блокчейна, RPG-геймплеем, то добро пожаловать в огромный открытый мир Корнукопиас, где возможности обещают быть безграничными. По словам разработчиков, конечно. Корнукопиас – это открытый мир, построенный на Binance Smart Chain, действие которого происходит в атмосфере над поверхностью Земли. Лору игры, скажем так, достаточно глубокий. Но если вкратце, то идея построена на классическом выживании человека при неблагоприятных условиях. По легенде, 12 ученых должны найти решение для спасения населения планеты. После открытия новой технологии, способной создавать антигравитацию, ученые разработали идею небесных куполов. Был задуман план создания 12 уникальных зон, в каждой из которых будет по 3 купола. Каждая зона будет иметь свою тему, вдохновленную разными культурами и периодами времени, которые мы знали на Земле. Геймплей обещает быть крайне насыщенный, и каждый найдет для себя направление, в котором он будет развивать игровой процесс. Игроки могут исследовать различные куполы, чтобы собирать ресурсы, такие как всякие минералы, растения, животные. Затем эти ресурсы можно обменивать с другими игроками или торговцами-неписями, чтобы заработать внутриигровую валюту. Игроки могут использовать ресурсы, которые они собирают для строительства и улучшения зданий, транспортных средств и других всяческих постройок и апгрейдов. Постройки можно использовать для личного пользования, конечно, или просто сдавать в аренду другим за определенную плату. Также вы можете выполнять различные квесты, всякие миссии, которых предлагают награды, такие как внутриигровая валюта, ресурсы, различные редкие предметы. Квесты же могут варьироваться от простых задач, таких как доставка товаров, до более сложных миссий, связанных с исследованием каких-нибудь уруин. Игроки могут создавать свои собственные фермы и выращивать урожай, выращивать и разводить всяких животных для торговли и продажи. Экономика у игры достаточно живая. Безусловно, не обошлось и без режима Индианы Джонса. Вы можете находить скрытые локации, редкие ресурсы и, конечно, древние артефакты. Их можно продать или обменять на других игроков, или использовать для разблокировки новых способностей и улучшений. Помимо этого, можно пойти по пути просто бизнесмена и открыть свои собственные предприятия, такие как магазины, транспортные услуги или там услуги по размещению, что позволит вам зарабатывать внутриигровую валюту. С помощью своего индивидуального купола вы можете спроектировать и создать свою собственную игру с механиками ПВП даже, взимать плату за вход и предлагать игрокам награды за их достижения. Отличительной особенностью проекта является наличие гоночной лиги Корнукопиас Рейсинг Лига, куда съезжаются игроки со всего мира, чтобы побороться за славу и внутриигровую валюту. Вы сможете создавать, настраивать и улучшать собственные транспортные средства от GTA Javelins до Bubble Jet Sprinters, а после отправиться в напряжённые, захватывающие гонки. Aurori. Свеженький проект на Солане, который уже приравнивают к таким играм, как например Герои 3, Лига Легенд даже, что довольно странно, ну да ладно. Игра же безумно проста в освоении, но также имеет крайне сложные функции, которые делают её привлекательной и для самых опытных геймеров. Несмотря на то, что игра неплохо спроектирована, система подбора игроков иногда может подложить свинью откровенную и закинуть вам в подбор игроков с разным уровнем, навыков, но благо, что с этим успешно борются, и такие случаи уже встречаются не так часто. Лор Аврори был основан на истории героя по имени Сатоши. Да-да, тот самый, кто считается батей биткоина. Сатоши стремился найти мир вдали от своей родины Антик, который был испорчен властью баронов, чтобы установить более справедливый стандарт с использованием децентрализованной финансовой системы. Сатоши показал мир под названием Токане, который был наполнен всякими волшебными существами по имени Нефти. Он использовал устройство под названием Минторг, чтобы создать уникального Нефти по имени Гелиос, и это должно было обеспечить портал между двумя мирами. Во время борьбы с баронами, нестабильность привела к тому, что каждый новый выход в Токане был отдельным осколком, называемым «Остатки власти». После бесчисленных сражений Сатоши исчез и оставил Гелиоса, который в этот момент забыл, кто он такой, но теперь стал вашим проводником в приключениях в волшебном мире Токане, чтобы восстановить память Гелиоса и освободить людей Антика. Детализация и стиль графики продемонстрированы командой и показывают, что они движутся к миру, скажем так, высокого разрешения в стиле Оняме, с несколькими регионами, и особенно впечатляет наличие команды из более чем 45 человек, из таких первоклассных игровых студий, как Ubisoft, EA, BioWare. В настоящее время в качестве игры можно играть в Every Tactics, в который вы играете в режиме битвы 3х3 пвп, используя вот эти самые нефтис. Каждому игроку предоставляется аж на 9 бесплатных нефти, состоящих из танков, лекарей, магов и дамагеров. Каждый из них имеет 4 специальные способности и одну пассивку. Каждый нефти имеет следующие характеристики. Здоровье, инициатива, атака, защита, эфирная атака, эфирная защита и смещение. Все бесплатные нефтис имеют эти характеристики на уровне примерно 40%, в то время как собственные нефти могут иметь более различные характеристики, что позволяет играть с более сильными противниками. В текущем режиме бесплатной игры нефтис зарабатывают токены TOK. За каждую победу игроки нефтис, владеющие нефти, зарабатывают токены OKA. Оба этих токена конвертируются в основной токен экосистемы AURI. В дополнение к этому, существует таблица лидеров, показывающая 100 лучших игроков, и в прошлом сезоне 50 лучших игроков в этой таблице лидеров получили вознаграждение в токенах Аури, а 3 лучших получили специальные скины для своих нефти. Phantom Galaxies. Это такой динамичный космический симулятор от третьего лица с основными элементами ролевой игры. Если вы когда-нибудь думали о том, чтобы поиграть в трансформер в космосе, то Phantom Galaxies это идеальная игрушка для вас. Основные 4 элемента игрового процесса Phantom Galaxies это миссии, квесты, операции и рейды. Миссии это по сути такой сюжетный режим Phantom Galaxies, проводящий игроков через персонажей и локации вселенной игры. Классик. Квесты можно рассматривать как чуть более глубокое погружение в миссию, фокусируясь на предыстории одного конкретного персонажа или локации, чтобы дать игрокам как можно больше информации об этом всем. Операции вносят свой вклад в ежедневные и еженедельные задачи, которые игроки должны выполнять, поэтому в основном это будут повторяющиеся задачи с наградами за приверженность и участие игроков. Рейды объединяют сообщество Phantom Galaxies с игроками, которые, собственно, приходят объединяться в группы, дабы решить самые сложные задачи ПВЕ в виде всяких связанных столкновений с ценными наградами. Короче, Phantom Galaxies это одна из немногих игр в Web3 на данный момент, которая может дать вам кучу контента для одиночной игры. Одиночная игра настолько важный элемент в Phantom Galaxies, что вы практически, ну, наверное, не захотите даже участвовать в ПВП или в принципе в групповом контенте, потому что студия провела колоссальную работу, предоставив вам контент, который знакомит вас с миром игры и в то же время вознаграждает вас ценными предметами для улучшения вашего меха. Единственным недостатком является то, что Biofish Studios, разработчик Phantom Galaxies, немножко промахнулись, дав своим неписям больше жизни или странные предыстории. По сравнению, например, с тем же Mass Effect, каждый персонаж, с которым вы сталкивались, выглядел и звучал достаточно интересно, и вам хотелось глубже погрузиться в то, что привело их сюда и что привело их на этот путь. В случае с Phantom Galaxies они просто неигровые персонажи, которые служат определенной цели, и даже когда у них есть предыстория, это совсем мало кому интересно. ПВП-режим предлагает нам арену и спонтанные бои в космических регионах Frontier и Rebel. Мало того, будут проводиться периодические ПВП-события с наградами для игроков в виде случайных выпадений, системой прогресса для конкретных событий и рейтингом в таблице лидеров. Чумбивелли. Проект разрабатывается австралийской компанией Strange Planet Studio, известной созданием мобильных приложений и веб-сайтов до всяких интернет-магазинчиков. Построен он будет сразу на двух блокчейнах, Binance Smart Chain и Polygon, что сведет к минимуму комиссию за ввод и вывод средств, а также обеспечит высокую скорость транзакций. Это будет приключенческая игра с дизайном, представляющим собой смесь покемон и зельда. Игра будет распространяться по модели фри-то-плей, каждый получит бесплатного питомца Чумби, нехотя продать его не получится, он поможет вам из выследования мира, чтобы найти предметы NFT. Визуально Чумбивелли сделано просто прекрасно, если судить по видосикам, да. Питомцы действительно выглядят как покемоны, а мир похож на классические части The Legend of Zelda. Долина Чумби представляет собой множество возможностей как для заработка, так и для приятного времяпрепровождения. Некоторые игроки могут сосредоточиться на сражениях, другие на сельском хозяйстве или на каких-то исследованиях. Основа успешной игры это прокачка своего питомца. Игра начинается в доме, который находится в лесу, и там вы и встретите своего первого Чумбика. И, собственно, будете им управлять, чтобы собрать ресурсы для ценных предметов NFT, построить свой дом, и вы можете активировать древний портал и исследовать случайные локации со своей командой Чумби. В этих случайных локациях можно найти редкие предметы NFT или даже проклятого Чумби. Правда, пока не ясно, чем это сулит, но звучит интригующе на самом деле. Немаловажны будут редкие лесные семена, которые можно найти для создания фермы или для каких-то других целей. Семена также являются внутриигровыми и цифровыми активами, их необходимо регулярно поливать и выращивать. Кроме того, урожай является ценным материалом для создания любимой еды ваших зверушек. А если отправите своего Чумби к мудрецу, то научитесь автоматически поливать урожай, рубить дрова, ловить рыбу, собирать камни и всякие другие интересные пассивные возможности и способности. Это означает, что ваш Чумби будет автоматически собирать ценные игровые токены, даже когда вы не будете в игре. А это уже дает разгуляться вашему экономическому воображению. Также без механики аренды никуда, вы сможете сдавать своего драгоценного Чумби в аренду другим игрокам. А в Чумби Вилледж будут представлены участки на основе NFT. Владение участком означает, что вы можете настроить его, продать и получить доступ к особым событиям, таким как поимка диких Чумби или там, например, совместные рейды против гигантских проклятых Чумби. Champions Asession Новейшая и долгожданная криптоигра, ММО, кстати говоря, с блокчейном, недавно выпустила свою альфа-версию для геймеров, собственно, для тестирования и ознакомления. Действие игры разворачивается в мире гладиаторов, колизеев и воинов, где игроки будут сражаться в боях один на один за честь и славу. Одной из выдающихся особенностей Champions Asession является упор на выбор игрока. Игроки могут выбирать из множества разных чемпионов, каждый со своими уникальными способностями и сильными сторонами, чтобы участвовать в гладиаторских боях в Вечном Колизее. В дополнение к этим основным сражениям, игра также предлагает игрокам побочные квесты и мини-миссии, добавляя дополнительный уровень глубины игровому процессу. Но Champions Asession это не только сражения и битвы. Метавселенная игры это также живое и яркое место, где игроки могут провести время со своими друзьями и другими игроками с множеством забавных занятий. От мини-игр до общественных мероприятий в Метавселенной всегда есть чем заняться. Использование в игре технологии блокчейн, а также позволяет игрокам зарабатывать внутриигровую валюту и предметы в процессе игры. Это добавляет дополнительный уровень волнения и мотивации для игроков, поскольку они могут зарабатывать реальную ценность благодаря своим действиям в игре. В целом, Champions Asession обещает стать одной из лучших криптоигр ММО, хоть и еще находится в разработке. Благодаря уникальному сочетанию гладиаторских боев, побочных квестов и достаточно яркой Метавселенной, каждый найдет что-то для себя. Нам уже не терпится увидеть, что принесет финальная версия игры. А на сегодня это все. Обязательно поддержите ролик комментарием, лайком, подпишитесь на наш ютуб канал, на нашу тележечку, там тоже очень много контента, на наш тикток загляните. За просмотр, как всегда, огромнейшее вам спасибо и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok